В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Полицейским удалось предотвратить заказное убийство ради жилплощади. Самарец готов был пожертвовать собственным отцом. На этих кадрах задержания 40-летнего мужчины. По данным полиции он нанял киллера, чтобы расправиться с родственником и завладеть трехкомнатной квартирой в Самаре, которая перешла бы ему по наследству. Информация о готовящемся преступлении дошла до полицейских. Те, в свою очередь, под видом исполнителя, инсценировали убийство потенциальной жертвы и предоставили заказчику фотографии с места. По данным силовиков, мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за изготовление избыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков. Теперь уголовное дело возбудили по статье «Организация убийства». После передачи заказчикам убийства исполнительного денежного вознаграждения подозреваемого сдержали. Он пояснил полицейским, что пойти на убийство отца его вынуждено в тяжелое материальное положение. Из защитников подсудимые в суде железнодорожного района Самары приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении адвоката Рамиса Мамедова. Его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, мужчина обманным путем пытался разжиться на 2 миллиона рублей. Подробнее Валерия Макарова. Сегодня в суде железнодорожного района Самары рассматривают дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, за полтора миллиона рублей адвокат предлагал своему подзащитному сократить срок. Сделка не удалась. Во время передачи денег адвоката взяли сотрудники ФСБ. В этом суде Рамис Мамедов свой статус адвоката сменил на статус подсудимый. Подвело последнее дело. Его подзащитный получил 6,5 лет колонии общего режима. По словам супруги осужденного, в тот же день к ней пришел Мамедов и предложил подать апелляцию. Уверил, что сможет добиться условного срока с помощью своих связей в Москве. Конечно, не бесплатно. Сумма, которая для этого потребуется – 2 миллиона рублей. В итоге женщина с тремя детьми сказала, что собрать сможет только полтора. А свои разговоры с адвокатом начала записывать на диктофон и обратилась в ФСБ. Мамедова задержали, когда он получил деньги. Свою вину подсудимый не признает и будет добиваться оправдательного приговора. Произошедшее с ним считает провокацией. Версия событий простая, что это провокация. Супруги Макангалеевы являются агентами сотрудников ФСБ. Вот и все. Вся позиция. То есть фактически вас подставили? Да. Сейчас Рамис Мамедов обвиняется по статье «Покушение на мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, составляет действие от лишения свободы. Уже состоялось у нас предварительное слушание в закрытом судебном заседании. В настоящее время у нас будет судебное следствие. Будем допрашивать потерпевших, свидетелей, исследовать материалы уголовного дела, проводить судебное следствие. По делу проходят 12 свидетелей. Это понятые, сотрудники ФСБ и родственники потерпевшей. Дорожная авария, в которой чудом обошлось без жертв ДТП, произошло на пересечении улиц Авроры и улицы Промышленности. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей. На кадрах видно, как многотонный грузовик завершает маневр на желтый свет. На высокой скорости водитель не справился с управлением и машину по инерции заносит, и она сносит ограждение и столб и падает на правый бок. Водитель большегруза отделался ушибами. На улице Некрасовской у женщины буквально ушла земля из-под ног, и она упала в яму с кипятком. Как сообщили представители предприятия тепловых сетей, размыв грунта под тротуарной плиткой произошел в результате порыва трубы с горячей водой. Вместо происшествия огородили пострадавшей женщине, выплатят компенсацию. 15 человек задержано, составлено более десятка административных протоколов. Полицейские проверили один из строительных объектов в селе Красный Яр, где преимущественно трудились уроженцы соседних республик. Выяснилось, 10 из них работали, не имея соответствующих патентов, а 5 человек уклонились от выезда с территории России в установленные законом сроки. Все они были привлечены к административной ответственности. В настоящий момент принимаются меры по установлению их работодателя и привлечению его к ответственности. А в Елховском районе по приказу начальника областного главка МВД Сергея Солодовникова силовики провели операцию под кодовым названием «Ураган», в ходе которой проведены осмотры 16 домов. В результате обнаружено и изъято 66 патронов 20-го калибра, которые хранились с нарушением норм административного законодательства. 14 патронов калибра 9 мм, предназначенных для огнестрельного оружия, гладкоствольное ружье и патроны к нему. Кроме того, сотрудники уголовного розыска задержали находящегося в розыске за совершение кражи мужчину 1988 года рождения. В операции также приняли участие сотрудники спецподразделений. Олимпийские медали они не получают, но фору спортсменам вполне могут дать. В Самаре прошел конкурс профессионального мастерства за звание лучшего пожарного и начальника караула. Участие в нем приняли спасатели из более чем 20 пожарных частей региона. Они и спасатели, и спортсмены одновременно. На соревнованиях, как и на работе, успех зависят от каждой секунды. В реальной ситуации ловкость, выносливость и скорость могут спасти человеческую жизнь. Илдус Асадуллин в пожарной охране работает уже почти 15 лет. Свободное время отдает тренировкам. Отсюда и звание мастер по пожарно-прикладному спорту. По штурмовой лестнице на четвертый этаж забирается за 14 секунд. И все это в полном снаряжении. Чтобы понять, насколько тяжело находиться в этой боевке, ее надо одеть. Особенно летом в 30-градусную жару. Штурмовка вообще это мой самый любимый спорт. Готовимся, постоянных зачетов и так далее. Держимся на уровне. В форме нужно быть постоянно. Боевые навыки на работе приходится применять чуть ли не каждый день. На соревнованиях спасатели сдают челночный бег, подтягиваются и вяжут специальные спасательные узлы. Спасательные узлы, которые могут быть навязаны на потерпевшего, то есть обнаружен человек в условиях пожара. Есть возможность его по пожарной веревке спустить. Есть определенный узел, которым пожарный завязывает пострадавшего и аккуратно его эвакуирует в безопасную зону. Участие в состязаниях приняли спасатели из 21 пожарной части региона. Лучшим предстоит выступить на региональных соревнованиях. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова